Они за убийство человека сажают в тюрьму на какой-то срок. Но ведь вы понимаете, что это не является равнозначным наказанием. Этот человек не понес заслуженного наказания. Именно поэтому у чеченцев существовал и существует вот этот институт кровной мести. И это происходит по решению. Да, это не уполномоченный государством судья это выносит. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти. Дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт. Дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно получать. Вот и все. Томсо, ты противоречишь. Ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Нет, если бы я был сторонником коллективной ответственности и жаждел бы того, о чем ты говоришь, то я бы не постеснялся говорить. И я бы тогда говорил, что ваши дети будут отвечать, мы возьмем спрос с них и прочее. Я наоборот говорю, что никто не будет отвечать за преступления кадырова. А дети кадырова будут отвечать за свои преступления, если они их совершали, но не за его сообщение о преступлении. Поэтому я не сторонник. Но когда я говорю, что вы будете стыдиться своих предков, это ведь не вопрос коллективной ответственности. Это по факту так. Это как, понимаете, Германия сегодня, допустим, на день Холокоста правители, президент или канцлер выезжает в Израиль и стоит там с опущенной головой. Почему он это делает? Потому что он чувствует ответственность за своих предков, за то, что они делали с этим народом. То есть это немножко другая вещь. Это не та ответственность. Когда мы говорим о коллективной ответственности, мы имеем в виду непосредственную ответственность, что ее недопустимо проявлять. Однако какую-то символическую ответственность, мы ее никак не можем отменить, и она присутствует. И мы вообще являемся сторонниками этого, что символическая ответственность, она должна быть. Как, например, кто-то из нашего, ну, нашей, допустим, родственники, какой-то наш представитель из нашего рода, если он совершает преступление в отношении человека, или даже не преступление, а бывает, он в ДТП, например, погиб какой-то человек по вине нашего человека. Перед родственником, перед семьей этого человека мы тоже все равно чувствуем на себе вот эту ответственность символически. Понятно, что мы не несем за это непосредственной ответственности полноценной. Но вот эту символическую мы несем, мы как-то, как сказать, чувствуем на себе вину, опять-таки, чисто символически. То есть мы, говоря, рассказывая о том, что они будут вынуждены стыдиться, менять свои фамилии, я говорю именно об этом. Но непосредственно с них спрашивать за их предков, это, конечно, делать мы не можем. Хотя многие желали бы, наверное, это делать, причем желают они это делать, отвечая тем самым Кадырову, так как они не стесняются и практикуют вообще эту тему, они заставляют наших родственников отвечать за нас, они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем, мы ограничены этой религией, а наша религия не позволяет нам так себя вести. Поэтому мы не сможем, друзья, так себя вести и делать это, мы не сможем. Какие глупости? Чечня никогда не будет независимой, да ей это и не нужно. Засут бюджет РФ и все окей. Но нам не нужен этот бюджет РФ бора-бора. Мы не хотим, мы хотим сами получать доход со своей нефти, а не чтобы Роснефть, там, российская казна и, как это, дружки Путина, как это называлось у них, кооператив озера. Чтобы не кооператив озера с этого получал доход. Почему в чеченской нефти доход получает кооператив озера? Почему должен Сечин, Путин и другие получать с этого доход? А не чеченский народ. Мы хотим, чтобы чеченский народ получал доход. Мы хотим сами у себя реализовывать какие-то программы экономические для того, чтобы к нам потянулся иностранный бизнес, иностранные инвестиции. Мы хотим делать для своего народа, для своей республики что-то хорошее за свой же счет. Не просить у России денег под какие-то программы для реализации каких-то программ в республике. Так сегодня делает Кадыров. Сегодня, допустим, Кадыров захотел построить дорогу на казино АМ, примерно. Что он должен сделать? Министерство автомобильных дорог и должны под эту программу, под это строительство попросить деньги у Министерства автомобильных дорог России. Те должны это все одобрить через миллион инстанций. Это все должно пройти, они должны выйти на это средства и после этого у нас построить деньги. Почему? Зачем нам вот эта цепочка? Мы не хотим. Мы хотим у себя в республике решать. Хотим мы дорогу на Грузию, допустим. Все, мы взяли и сами же у себя нашли на это средства, выделили, построили дорогу. Договорились с Грузинами, они со своей стороны построили. Все, вуаля, у нас есть дорожное сообщение. Взяли, захотели мы соединить населенные пункты своей республики с скоростным железнодорожным сообщением. Взяли и соединили, построили железнодорогу. Почему? Почему мы этого не можем сделать? Почему Швеция, Австрия, Германия, Франция, они это могут, они это делают. У них все их города, населенные пункты, все соединены друг с другом железнодорожным сообщением. Очень хорошие, качественные поезда. Все есть. Почему мы не можем этого сделать? Почему из Грозного в Урус-Мартан у нас нет поезда? Почему? Почему нельзя добраться на поезде? Почему нельзя поехать в Знаменское на поезде в Наур? Вот какие должны быть цели у нас. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы сами зарабатывали деньги, чтобы наша экономика была самодостаточной, она существовала сама по себе, а не зависела от вливаний России, никого бы это ни было. И чтобы эти деньги, мы их полностью тратили на свои нужды, а не так, чтобы эти деньги оседали в карманах Кадырова, Медведева, Путина, Сечина, нет. А вот полностью налоги собраны с народа, вот она, казна, столько-то миллиардов. И все эти миллиарды потрачены на нужды этого населения, чтобы у жителей Асиновска были пастбища. Хотят они пасти коров, но не просят денег люди, хотят просто сами себя обеспечивать. Просто создай им условия, дай им пастбища. Отдали пастбища. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти, дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт, дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно получать. Вот и все. У вас есть традиции, как кровная месть, но оно не относится к шариату. Вы знаете, вот это понятие кровная месть, оно немножко неправильно понимается вами, многими из вас. Многие думают, что кровная месть, это убили у тебя кого-то, ты идешь и кого-то из их родственников убиваешь. На самом деле, такое тоже имеет место быть, но это скорее плохой пример кровной мести. На самом деле, классический пример кровной мести, распространенный у чеченцев, это когда кто-то совершает преднамеренное, предумышленное убийство, и этого человека, совершившего это убийство, в отместку его тоже убивают. И убивают представителей рода погибшего человека. Это и есть классический пример кровной мести, и это абсолютно соответствует шариату. Однако, то, о чем я сказал ранее, когда, допустим, убийцу не трогают, а вместо того, чтобы убить непосредственного виновника, убивают, скажем, его отца, его брата или какого-то другого дальнего даже родственника из-за того, что он у них более успешный, то есть ценный для их семьи, для их рода человек, его убивают, чтобы нанести им таким образом больший вред. Это, конечно, не дозволено. Безусловно, это противоречит исламу. И, к сожалению, такие примеры у нас тоже есть, имеются, они были, это практиковалось. Но это было то, против чего выступали обычно наши лидеры. Шейх Мансур, допустим, да помилуйте его Всевышний Аллах, многие, наверное, слышали, что он был противником кровной мести, но он был противником именно вот такой кровной мести. То есть он вот это искоренял, что подобные проявления, они недопустимы. И надо понимать, что эти проявления, это не умолчание. Это некоторые представители там могли выходить за рамки дозволенного и подобное дело. Или, например, бывало так, что непосредственный убийца, допустим, его задерживали, при Советском Союзе так бывало, его задерживали и сажали в тюрьму, осудив за убийство. И пострадавшая сторона брала и убивала его какого-то брата, или отца, или сына. Убивали его родственника. Тот сидит в тюрьме, и они как бы, ну, на него добраться, видите, или не могут, и они убивают его какого-то родственника. Это, конечно, недопустимо. Это вот как раз таки то, что противоречит исламу. И за это, за такие действия, наоборот, тот, кто совершил это действие, он заслуживает равнозначного возмездия. И это не считается, как бы, возмездием, расчетом. То есть эти стороны не будут в расчете. Так как они имели право на возмездие, то есть убить того, кто непосредственно совершил убийство, но не имели права убивать ни в чем не поминенного человека. Просто из-за того, что он был родственником. Такая вот, в общем, к сожалению, неосведомленность многих людей в этом вопросе. Также вы должны понимать, многие думают, что в исламе ведь имеется смертная казнь, и тот, кто совершает преднамеренное убийство, его казнят по решению суда. А кровная месть, это ведь вопрос такой у чеченцев, где нет государства, в котором действуют суды, и в соответствии с исламом они там вносят решение. Так именно поэтому и действовал, действовал и действует этот институт кровной мести. Потому что люди не имеют возможности получить возмездие законным путем. То есть суд не советский, не российский сегодня, он ведь не наказывает, он ведь не дает возможности получить вот это возмездие. Они за убийство человека сажают в тюрьму на какой-то срок. Но ведь вы понимаете, что это не является равнозначным наказанием. Этот человек не понес заслуженного наказания. Именно поэтому у чеченцев существовал и существует вот этот институт кровной мести. И это происходит по решению. Да, это не уполномоченный государством судья это выносит, но это на совете этого тейпа, этого рода люди выносят это решение. Там бывают знающие, обладающие этим влиянием, этими полномочиями люди. Они выносят решение по этому поводу и осуществляется кровная месть. Также есть немало примеров, когда человека прощают и прощали по каким-то причинам. Это тоже выносится на этом же совете, этого рода тейпа. Принимается решение, что такого человека нужно простить. Субтитры создавал DimaTorzok